Венисиос уходит в Саудовскую Аравию. Зарплата на уровне Криштиану Роналду и 200 лямов евро Реал Мадриду за трансфер. Бразилец и сливочные не смогут отказаться от такого жирнющего предложения. Жозе Мауриньо прокачал последний уровень троллинга. Португалец так жестко издевался над футболистами соперника, что ему дали красную карточку. Обсудим, какое шоу закатил Special One. А наш парень, Сашка Головин, совершил настоящее чудо во вчерашнем матче Монако. Головин забил две страшные пушки и стал рекордсменом по таким голам за последние два сезона во всем мире. Об этом и многом другом говорим сегодня. Друзья, это доза футбола. А значит, вас ожидает топ-10 самых горячих новостей к этому часу. Заряжаем свои царские лайки и продолжаем работать без выходных. А я желаю вам приятного аппетита и приятного просмотра. Аякс болен. Великий клуб на дне эродивизии и показывает ужасные результаты. В девятом туре чемпионата Нидерландов Утрехт из зоны вылета принимал амстердамцев. И даже столь слабый противник оказался сильнее нынешнего Аякса, который проиграл с отсчетом 3-4 под свист своих же фанатов. Из-за поражения Аякс и сам свалился в зону вылета. Амстердамцы провалили трансферное окно, из-за чего уволили спортивного директора. Ранее клуб покинул Эдвин Вандерсар. Вчера о своем уходе объявил легендарный класс Ян Хунтелар. Возможно, он лишь временно покинул менеджерский пост. Как объяснил 40-летний голландец, он принял такое решение из-за выгорания. Хотя только летом Хунтелар продлил контракт до 2027 года. Но экс-форвард Реал Мадрида Милана и Шальке взял на себя часть обязанностей с уволенного со скандалом спортдира Свена Мисс Лентата и не выдержал давления. Еще бы. Любимый клуб вот-вот может улететь во второй дивизион Нидерландов, который на уровне 3-4 лиги Англии. Причем никто не знает, как решать проблему прямо сейчас. В Аяксе откровенно слабый состав и слишком много молодежи. Далеко не все юнцы тянут лямку основы. Зимой клуб обязан выходить на рынок, если, конечно, не хочет понижения в классе. Жуан Лапорта уверен, что спас Барселону от катастрофы. Президент каталонцев заявил. «Они нападают на нас извне, потому что у нас снова все хорошо. Мы возвращаемся к спортивному совершенству. Наша команда имеет гораздо большую рыночную стоимость и более устойчивый в финансовом плане. Мы приняли смелое решение и спасли клуб от трагедии». И у функционера есть право нахваливать себя, пусть это и не скромно. Лапорта значительно упростил экономическую жизнь клуба и подготовил почву для светлого будущего. Но если дело Негрейра не внесет свои коррективы, Барс объявила, что планирует расширить компноу до 110 тысяч зрителей вместо нынешних 99. Проект обойдется казне в полтора миллиарда евро. Работы будут завершены к лету 26-го года. А сейчас клуб предоставил видео, как будет расширяться стадион. А Жан Лапорта, спасший Блаугранну в тяжелой ситуации, хочет остаться у руля команды. Функционер заявил, что будет баллотироваться на следующий срок в клубе в 2026 году. И тут опять же стоит сделать поправочку на дело Негрейры. Ведь теперь, как известно, Лапорта будет на скамье подсудимых, а потому может лишиться возможности работать в клубе. Рома победила Монсу со счетом 1-0. А все внимание, как всегда, было сконцентрировано на Жозе Мауриньо. Особенно на Бровке, крайне бурно реагировал на все события матча и один раз перегнул палку. В конце встречи хабек Монсе Матео Песина пожаловался, что Болбуй слишком долго отдает ему мяч. Жозе это увидел и начал дразнить игрока, изображая плач. Арбитр Джованни Айрольди тут же удалил Жозе. Фишку с Болбоями, затягивающими время, придумал не Мауриньо, но особенно возвел ее в абсолют. Кажется, Болбои получают не меньше указаний перед матчем, чем игроки основы. И таких хитростей в распоряжении волков неимоверное количество. Несмотря на проблемы в этом сезоне, волки по-прежнему остаются лучшими дементерами, высасывающими из матча игровое время при удобном счете. Помимо фальшивого плача Мауриньо, зрители увидели и настоящие слезы. Стефан Альша Арави, забивший единственный гол встречи, не смог сдержать эмоции. У венгера Рома была та еще неделька, и его обвиняли в незаконных ставках. Но то ли не нашли доказательств, то ли Стефан и впрямь оказался чист. В общем, может снова спокойно играть в футбол. Казимира ужасно начал этот сезон в Манчестер Юнайтед. У бразильца огромное количество брака в передачах, при этом Казе почему-то стал реже отбирать мячи и останавливать с атаки на ворот МЮ. Как пишет Эль Насианаль, Юнайтед крайне недовольны выступлениями хавбека, в котором при покупке видели одного из лидеров команды. Опорник, пожалуй, ключевая позиция на поле. И слабая форма Казе сильно сказывается на выступлениях красных дьяволов. Полузащитник уже жалеет о решении, принятом им год назад. Как считает бразилец, ему стоило оставаться в Испании, а не перебираться в нестабильную как на поле, так и вне его команды. Тем более из Реала Хава никто не выгонял. Сделанного назад не воротишь. Но если Реал захочет вернуть Казимира, то бразилец наверняка даст добро. А МЮ уже ищет долгосрочную замену для Казе. Выбор манкунянца впал на Жао Невиша из Бенфики, за которым сейчас следят все гранты. Португальцы потребуют за 19-летнего паренька не менее 61 миллиона фунтов. Потенциал у него, конечно, невероятный, но в 20 лет ехать в АПЛ, в МЮ, под невероятное давление, на позицию, где не справился сам Казимиро, как бы трансфер в Юнайтед не сломал Невишу карьеру. Отношения между Реал Мадридом и Барселоной сейчас крайне напряжены. Но Флорентино Перес, вопреки предыдущим инсайдам, все равно решил отправиться в Каталонию на просмотр Эль Классико. Журналист Хосе Феликс Диас из Марка опроверг последние слухи. Это неправда. Флорентино Перес поедет на Классико, но надо понимать, что это не означает улучшение отношений между сторонами после всех последних действий со стороны президента Барсы, заявил Диас. Помимо заявлений от Лапорты про социальный мадридизм и обвинений в поддержке фашистского режима Франсиско Франко, прежде всего отношения между Лапорта и Пересом ухудшились из-за дела Негрейры. Хотя в Реале сами активно работают судьями. Нет, я не обвиняю сливочных в коррупции, но меринги раз за разом оказывают на рефере давление с помощью клубного ТВ. После матча Сивилии, Медиа Реала напали на арбитра Рикардо де Бургаса Бенгуэча, которого критиковали и до матча. Оказывать давление на судей – нормальная практика, хотя на клубном ТВ мадридцев опускаются чуть ли не до прямых оскорблений. Как по мне, сливочные перебарщивают, но Пересу виднее. Саудовцы положили глаз на очередную звезду европейского футбола. По данным футбол-испана, Алях Ли пытается переманить Венисиуса. Шейхи предлагают Вингеру заоблачный контракт на уровне Криштиану Роналду. А Реалу около 200 миллионов евро за трансфер. Причем в клубе из Джиде считают, что меринги примут предложение, так как Винни до сих пор официально не подписал новое соглашение с клубом. И тут есть что возразить. Во-первых, инсайдеры писали, что бразилец согласовал контракт, просто о нем пока не объявили. А во-вторых, даже если Винни захочет уйти из Мадрида, вряд ли он даст добро на переезд в Саудовский чемп. Сколько бы мешков с золотом ему не обещали. А вот у Аль и Тифака куда более реалистичные цели. Клуб Джерарда планировал подписать Джесси Лингарда после того, как англичанин неплохо проявил себя в товарниках. Трансфер собирается провернуть зимой, потому что сейчас у клуба нет места в заявке для иностранцев. Но по итогу перехода, судя по всему, не будет. Как пишет журналист Бен Джейкобс, Лингард запросил у Аль и Тифака такую большую зарплату, что даже Саудовский клуб решил отказаться от хава. Требовать такой оклад, что не потянули даже шейхи? Лингардиньо, мое почтение! Приход сэра Джима Редклифа в МЮ вызвал в клубе переполох, ведь теперь значительная часть руководства рискует быть увольной. Как сообщает The Telegraph, у манганянцев уже точно будет новый спортивный директор. И это будет тот самый Пол Митчелл, о котором мы говорили. Если специалисту дадут возможность спокойно работать и солидный трансферный бюджет, то состав МЮ быстро окажется на уровне своего манчестерского соседа. СМИ писали, что Эрику Тенхагу не стоит волноваться, и его не уволят после прихода Редклифа. Но, как пишет надежный журналист Алан Никсон, вероятность отставки Тенхага существует, и она довольно значительная. Более того, окружение Редклифа уже присматривает варианты, кто бы мог стать новым тренером Юнайтед. Друг и помощник сэра Джима сэр Дэйв Брейлсфорд, фанат таланта Грэма Поттера. Он хотел позвать англичанина в Ниццу, но не сложилось. Теперь вот попытается назначить его в МЮ. Честно говоря, не вижу большого смысла в таком муве. Проблема Юнайтед схожа с теми, что испытывал Челси при Поттере. Корни и там, и там растут из гениального менеджмента. Плюс, как и Тенхак, Поттер системный тренер, разве что менее жесткий. Но непреклонность и твердая рука голландца клубу сейчас нужнее мягкой и деликатной работы Поттера. Барселона лишилась половины железа бетонных игроков основы. Кунде, Дейонг, Педри, Рафиня и Ливандовски были недоступны на матч с Атлетиком, что очень сказалось на игре. Каталонцы выглядели бледно и с ртом склеивали атаки. А что делать, если у тебя мяч разгоняет не резвый Дейонг, а тяжелый ореоль Ромео? Жао Фелешу впереди как будто не было с кем комбинировать. Португальцу слишком часто приходилось полагаться лишь на дриблинг. Терштегину еще в первом тайме не раз приходило спасать команду. И все говорило о том, что матч грозит блок грани потери очков. Но все изменилось на 80-й минуте. В том числе и нули на табло, когда на поле вышел 17-летний нападающий Марк Гиу. Форварду понадобилось всего 35 секунд в дебютном матче за Барсу, чтобы забить свой первый гол. Рванул на передачу Фелеша и спокойно положил мяч в ворота после выхода 1 на 1. Марк рассказал о своих ощущениях после матча. «Я не могу в это поверить. У меня дух захватывает. Наслаждаюсь моментом. Это невероятно. Я работал всю жизнь, чтобы получить свой шанс. И он у меня появился. Ломасия действует. В Академии все с нетерпением ждут попадания сюда. Счастлив за парнишку. А как иначе? Сбылась мечта. Ну что, заносим Марка в список новых Месси? Матч с Меца начался для Монако худшим образом. Манигаски пропустили с центра поля после обрезки. А у Меца очень надежная оборона. Закроется на своей половине, не пробьешься. Хорошо, хоть у Монако был свой таран на такие случаи. Саня Головин, разрывающий в этом сезоне, снова устроил шоу. Сначала запустил пушку в девятку из не самой удобной позиции за пределами штрафной. Галешник получился на заглядение. А потом Головин забил победный, положив со штрафного в притырочку со штангой. Очередной раз удивляюсь, какие мощные поставленные лонгшоты у хаффбека. Оказалось, что после голов Мецу Саня начал лидировать в топ-лигах по банкам из-за пределов штрафной за последние два сезона. Представляете, даже у Феда Вальверда с его ломающими перекладины ударами всего пять таких голов. Ну а Головин в очередной раз подтвердил, что стал лидером Монако. Ведь он вытащил для команды победу, когда с самого начала все шло не так. Кстати, всю красоту вы исполнили Александра вы как всегда найдете в нашем телеграм-канале. Ссылочка в описании. А Куарчик на вашем экране. Сканируйте. Сегодня вас ждет большая новость, которую я рекомендую не пропускать фанатам футбола. Руководство Челси довольно прогрессом команды при Маурисе Почеттино. И теперь, как сообщает The Mirror, аргентинцы готовы дать полный контроль над трансферами клуба. В январе синие собираются выйти на рынок и прокачать состав. А у Поча уже есть несколько задумок на этот счет. Трево Чалобу продадут. Англичанин недоволен объемом игровой практики и хочет большего. В центрбеке заинтересованы Бавария, Тодденхэм и Вестхэм Юнайтед. Если Трево нужно время, то лучшим вариантом будет Вестхэм. В Баварии Чалоба, вероятно, будет получать крохи игрового времени, несмотря на его теплое отношение с Тухелем. Слишком уж высокая конкуренция. Тодденхэм, как всегда, где-то посередине. Место в старте выбить тяжелее, чем в Вестхэме, но амбиции скромнее, чем в Баварии. Деньги трансфера Чалобы будут реинвестированы в другие сделки. Так, пенсы следят за Тео Эрнандесом из Милана. Все это на фоне частых травм надежно в обороне, но и в атаке рвет благодаря скоростным качествам и дриблингу. Если пенсы все же купят Тео, то именно фланги защиты станут ключевой ударной силой Челси. Джеймс, Чивул, Эрнандес с такими реактивными фуллбэками и вингеры не нужны. А на сегодня все. Спасибо за просмотр и за подписку на канал. Меня зовут Кирилл Каст и это была ваша дневная доза футбола. Мир вашему дому и Йоханге, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok